Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Слушайте, у нас так неожиданно погода нас удивляет, да? В общем, у нас минус 14, но при этом мы с Янкой ехали как ёжики в тумане. И, честно говоря, я пытаюсь вспомнить, характерно ли, когда мороз, чтобы был туман. По-моему, туман всегда, когда идёт потепление. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Я приехала на работу, с утра ещё заехала на почту, мне надо заказное письмо получить. Вы знаете, я была 100% уверена, что наши почты работают с 8. У меня даже сомнений не было, что они с 8 работают. Вот сейчас 8 как раз. Приехала, побежала, осмотрю, они закрыты с 9. Вот так. Так что посижу часик здесь, потом сбегаю на почту. Заходим. Заходим в мой магазин. Я такая лохматая, да? Потому что шарф на голове был, когда я на почту бегала. А сейчас его сняла, поэтому надо расчесаться. И сразу же давайте календарик. Посмотрим, что нам говорит. Сразу оторву страничку. 2 февраля, вторник. Некогда объяснять. Наслаждайся моментом. В общем, некогда объяснять. Пойду переодеваться. Точнее, сниму куртку, всё здесь включу. А вы наслаждайтесь моментом. Боже, сегодня на мою жизнь очень сильно действует ретро-меркурий. Всё замедленное. Я смонтировала видео, поставила выгружаться. Если обычно это сколько там, минут 15, то сейчас пишет час 20. Думаю, ну ладно, пусть выгружается видео. Пойду кофе возьму, потому что сегодня Олечка работает. Она в 8.30 всегда на месте. Выхожу, смотрю, нету. Думаю, ну постою, чуть-чуть подожду. Уже замёрзла. Её до сих пор нету. Где-то она задерживается, видно, в пути. Ну, сам факт, да? То есть на почту приехала, а она ещё с 9 будет работать. То есть это не говорит о том, что вообще у меня не получается то, что я хочу. Это получается именно с замедленным каким-то моментом, что надо подождать, не надо торопиться. Всё всему своё время. И кофе попьёшь, и видео выгрузится, и на почту сходишь. Вот, да. Как это называется? Правильно, ретро-меркурий. Значит, что мы делаем? Наслаждаемся моментом. Сегодня я чувствую, я очень часто буду брать этот календарик и показывать вам эту фразу. Наслаждаемся. Мои хорошие, кофе выпьет. Видео вы смотрите, уже пишите комментарии. А я иду на почту. Видите, всё своевременно делается и спокойно. На улице холодно, и очень тяжело дышать, потому что такая влажность. Прямо ощущение, как будто вода в воздухе стоит. Уже тумана нету, но влажность очень сильная. Отмерзают руки, поэтому прячь в календарик. Я ещё чуть-чуть покажу свой холодильник, в каком он состоянии. Вон такая у нас тут красота. Тюльпашки вообще прям торчат. Торчат. Помните, я вам показывала, что они были все в бумажке, и для того, чтобы ровненько напились. И вот, когда они напиваются, когда уже вода полностью прошла по стеблю, всё, посмотрите, какие они, как солдатики. Ни одного наклонённого нету тюльпана. И всё спокойно можно ставить в букет. А если вы их поставите без бумажки, они могут напиться вот так вот, вы сами знаете, да, наклониться, и вот в это время вода поступит в стебель именно вот с наклоном. И всё, их потом, когда вы пытаетесь выровнять в букете, ну, если вам, конечно, не нужны линии, можно специально так напоить тюльпан, чтобы потом для линии его ставить. А если вам надо ровненькие, то вы их не выровняете, вы их сломаете. Всё, вот такая красота. Там даже композишка маленькая есть вот у меня в конвертике. Уже сделали, попробовали. Ну, у меня редко их так сразу готовыми покупают, за исключением праздников. Вот на 14 февраля будем делать такие композишки. Сейчас вам покажу. Вот она у меня, видите, стоит тут. А вообще, я уже свободна. Еду к маме. Всё, мне отличного дня. Несмотря на морозную погоду, у меня отличное настроение. Хотя, конечно, если бы было потеплее, я бы пошла сейчас просто погуляла бы. Но буду гулять уже после 15 марта, когда уже будет тепло, наверное, уже пройдут все эти нервные тики из-за этих праздников. Мысли будут уже спокойные, чисты, без нервотрёпки. Вот тогда можно будет ходить гулять в выходной день. Ну, а сейчас я просто еду к маме. Как обычно, у моей мамы днём практически невозможно припарковаться. Я когда ехала, мне, чтобы заехать во двор, надо объехать. И со стороны я могу так мельком глянуть, да, что во дворе творится. И проезжая, я глянула и посмотрела, что вообще мало того, что мест нет, так некоторые машины вот уже стоят во дворе, да, друг друга перекрывая. И, соответственно, если вдруг кому-то надо выехать, надо оставлять телефон, чтобы отогнать машину. Я думаю, вот пока я буду ехать вокруг, я себе нажилаю свободное место около маминого подъезда, чтобы освободилось вот ровненько для меня. И что вы думаете? Самое вкусное место прямо напротив подъезда. Моё стоит, меня ждёт. А эти машины как стояли в два ряда, так и стоят. Вот пусть стоят. А я уже пойду поднимусь, смотрю, там мамы птички на балконе. Ну, у неё кормушка висит такая красивая, и там столько птичек. Надо и мне кормушку повесить. Это ж так здорово, когда птички. Сегодня, кстати, около работы, я когда шла за круассанами, так какая-то птичка пела, аж прямо заливалась такая песня красивая. Я иду и думаю, это ж надо, зима, холодно, она так поёт. Здорово. Такие моменты надо отмечать. Вот вы посмотрите моё видео, да, с утра, и вот вы выйдете на улицу. О, мама уже меня видит. Ну, я смотрю в окошке. Вы выйдете на улицу и прислушаетесь. Ведь птички, несмотря на то, что вы можете быть в многомиллионном городе, всё равно они есть, и они нас радуют своими песнями, особенно по утрам. И это здорово, это классно. Ну что, мои дорогие, у меня уже вечер, 9 часов, где-то в районе обеда я вернулась домой, Яночка потом приехала со школы, я её сегодня не забирала, потому что большой ещё промежуток времени был, у неё сегодня классный час, и она почти ближе к 4 только вернулась. Уже Янка отдыхает там, занимается своими делами, уроки все сделаны. Я также посидела, чуть поработала, написала все планы на сегодняшний день, также посмотрела на всю неделю, что мне надо было расписать. На сегодняшний день я не сказала, да, на завтрашний день всё у меня уже расписано, завтра у меня день рабочий. Сегодня я позволила себе вторую половину дня просто отдохнуть, и, в принципе, ничего особо не снимала, потому что не знала, что вам показать. Читаю ваши комментарии, которые вы мне пишете, благодарю вас за то, что вы находите время написать мне пару строк, или хотя бы прислать смайлик с сердечком, мне очень-очень приятно это всё видеть. И заварила себе уже чаёк перед сном, у меня в последнее время какая-то традиция перед сном выпить чашечку чая. Вот очень зимой она у меня, эта традиция возникает, когда начинается лето, она пропадает, и потом опять осенью появляется. Это такая, знаете, привычка, которая постоянно гуляет, в зависимости от сезона. Что вам ещё тут рассказать, мои дорогие, мои хорошие? Сегодня делала заказ на 8 марта уже, но пока только по ассортименту Эквадор. Ассортимент Эквадор это, сами понимаете, роза, это Альстромерия и Гвоздика. Написала, посмотрела по прошлому году, по продажам прошлого года, приблизительно понимая, какая ситуация сегодня, я прекрасно понимала, что нет смысла увеличивать продажи прошлого года, потому что на данный момент у нас достаточно сложно всё в экономике, и это в первую очередь отражается непосредственно на людях, поэтому по моим прогнозам этот год должен пройти вот один в один, как и прошлый, 8 марта, без увеличения. Поэтому увеличения в этом году я не делала. В прошлом году я делала увеличение где-то на 25%, и в принципе они все избылись, как я помню. Ну, посмотрим. Опять же, всё-таки запас, наверное, какой-то надо будет ещё, на всякий случай, подстраховаться и отложить на складе свободных остатков. Почему? Потому что, не будем забывать, 8 марта выпадает на понедельник, а это значит, что основные продажи будут вести 2 дня, это 5-го в пятницу, да, когда будут на корпоративные заказы идти, потом суббота, воскресенье, 2 дня передышки, но при этом люди всё равно будут ходить, потому что кто-то будет ходить в гости и заранее будет нести цветочки, ну и основные продажи уже вторые такие активные будут непосредственно в понедельник, 8 марта. И всё будет зависеть от того, как люди будут ходить в субботу-воскресенье. Если будет достаточно такой сильный, хороший, яркий поток покупателей, то, конечно же, я тогда, то, что я вам сказала, я планирую согласовать с поставщиком какой-то запас, чтобы они для меня оставили, и я его тогда быстренько привезу, довезу, то есть тогда у меня будет увеличение. Если же будет всё, как я прогнозирую, то, в принципе, мне должно хватить с учётом вот всех этих дней. Был у меня как-то вопрос про 8 марта от людей, как делать заказ, что лучше заказать. И я вам сказала, что это очень долгий будет ответ, и в итоге не факт, что вы будете им довольны. И я объясню, почему. Конечно, очень легко сделать заказ на 8 марта, когда вы проработали уже хотя бы 1 марта, да, вы можете поднять продажи, приблизительно понять, что происходит, как у вас идут вообще в целом продажи, как нам вас реагируют покупатели, что он у вас чаще всего покупает, какой средний чек у вашего покупателя, исходя из этого уже сделает заказ, да. Но если вы первый раз открываетесь, то, конечно же, сделать грамотно первый заказ на 8 марта очень сложно, потому что лучше здесь, наверное, не добрать, но чтобы у вас кто-то был на машине, кто в любой момент может подъехать на склад и взять, потому что склады всегда берут с запасом, поверьте, на складах всегда товара достаточно, то есть вы успеете даже 8 марта с утра съездить на склад и еще что-то довезти, то есть лучше вот так, чем вы возьмете очень много, и вы это не распродадите, потому что после 8 марта продажи падают, и первая неделя после 8 марта очень часто бывает вообще спокойная и минимальная, да, когда только там по какому-то, ну, очень важному поводу приходят люди, когда уже, ну, без цветов никак, но с большего, конечно, падение идет, и те цветы, которые остаются после 8 марта, чаще всего они идут на списание, опять же не будем забывать, что я не знаю, как в России, но в Беларуси все привозы на 8 марта будут 26, 27, 28 февраля и 1 марта, то есть вы понимаете, это те цветы приедут, которые продаваться будут только 8 марта, соответственно, если они у вас не продадутся 8 марта, они уже по своему состоянию в любом случае будут идти у вас на списание, то есть вы потеряете денежку, поэтому, наверное, первый раз лучше не добрать, чем набрать много, но в любом случае акцент надо делать, ну, тоже, мне хочется вам сказать, вот возьмите такую розу, да, возьмите столько-то тюльпанов, возьмите там вот таких цветов экзотических, мне сложно тоже вам это говорить, вы поймите меня правильно, потому что все зависит от того, в каком городе у вас магазин, в какой у вас контингент, какой у вас покупатель, да, если у вас покупатель ходит только за дешевым цветком, ну, нелогично вам привозить там пионы, хотя, возможно, что именно на 8 марта, ну, хотя бы случайно, ну, заедет какой-то человек за пионами, и там 5 штучек можно поставить, ну, 5 это не 25, да, не 50, вот, либо наоборот, у вас совсем такой, у вас контингент, у вас, точнее, не контингент, а ваш клиент, наоборот, привык только к экзотике, к ртензе, к пионам, тогда вам нет смысла покупать там миллионы тюльпанов и тысячи роз, потому что у вас будет идти в основном экзотика, в основном букеты, в основном вот это все, да, поэтому здесь акцент лучше делать тогда на более дорогостоящий цветок, я не знаю, какой у вас покупатель, я не знаю, в каком городе вы находитесь, я не знаю, в каком месте вы находитесь, я не знаю, сколько у вас человек работает, и сколько вы реально можете обслужить людей, понимаете, тоже один из моментов, да, руки, какое количество рук обслуживает клиента, сколько я могу продать одна, сколько мы можем продать с Мариной, а если бы нас было 4 человека, соответственно, мы бы могли еще быстрее обслужить клиентов, да, то есть здесь очень много факторов для того, чтобы грамотно посчитать эти цветочки, которые надо заказать, и, конечно же, когда вы уже работаете, когда вы уже знаете свою клиентуру, свое место, вы знаете, кто с вами будет работать в этот праздник, конечно же, здесь намного проще этот заказ сделать, но все равно этот прогноз периодически, знаете, я сравниваю с какими-то предсказаниями, хоть он у меня и четко сформулирован по определенным фактам, тем не менее элемент такого гадания в этом тоже остается. К сожалению, еще раз говорю, кто мне пишет из просьбы, Оль, помоги сделать заказ на 8 марта, я очень вам хочу помочь, но единственный способ, как я вижу, я могу вам помочь, это если бы я приехала и хотя бы недельку побыла в вашем магазине, мне бы, в принципе, более-менее было уже понятно, что вам лучше заказать, как вам лучше работать и сколько вам всего надо, но вы сами понимаете, я, если вы еще в Минске, это одно дело, но чаще всего вы мне пишете с Украины, с России, с еще каких-то других стран, ну, соответственно, я вряд ли к вам приеду, чтобы недельку у вас посидеть на работе, и вам вот настолько помочь, поэтому, я надеюсь, хоть что-то вы уловили для себя полезное, вот в этом сейчас разговоре про 8 марта, возможно, где-то я чем-то смогла вам подсказать, да, но тюльпаны, конечно, должны быть в любом случае, потому что тюльпаны это 8 мартовский цветок, розы, как классический ассортимент, конечно, она тоже должна быть, просто вопрос, больше ее взять, или такое небольшое количество, и акцент сделать на экзотику, вот, все, кто работают сейчас уже в магазине, посмотрите, как пройдет 14 февраля, потому что не зря говорят, что 14 февраля – это репетиция 8 марта, она такая более лайтовая, но тем не менее, посмотрите, посмотрите, что у вас будут брать на 14 февраля, если у вас активно берут именно розу с хризантемой, ну, скорее всего, так будет и на 8 марта, если же к вам на 14 февраля приходят и берут у вас букеты, в основном дорогие из экзотики, то и остается роза с хризантемой, значит, есть вероятность, что точно так же вы на 8 марта проработаете, то есть розу с хризантемой вы продадите в самую последнюю очередь, у меня на 8 марта самое последнее всегда продается роза, то есть она у меня стоит уже до тех пор, пока не закончатся тюльпаны, пока не закончится вся экзотика, и вот тогда уже начинают брать розу, за исключением французской, вот французскую берут сразу, ее практически в первые дни сметают, либо в первые часы, поэтому в этом году я буду много делать французской розы, вот так, на 10 минут наговорила, и в итоге получилось большое видео, надеюсь, вам было полезно и интересно, ставьте лайки, если это так, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте еще какие-то вопросы, насколько я могу, я стараюсь вам на них ответить, мне просто хочется быть с вами честной, искренней, и не выдумывать, знаете, то, что вам абсолютно не надо, то есть я стараюсь все-таки дать информацию, пусть и не полно, но, по крайней мере, задумавшись над ней, возможно, вам она и поможет. С вами была Оля, завтра я работаю, завтра увидимся, буду снимать, ну и видео, у меня 9 часов, да, наверное, смонтирую сейчас, чтобы вы завтра с самого утра его уже смотрели. Все, до новых встреч, я вас очень сильно люблю, и благодарю за то, что вы со мной. Пока-пока.